Судьба фабрики кухни в Самаре решена. Объект культурного наследия, построенный в форме серпа и молота, шедевр архитектуры русского авангарда, будут восстанавливать. Идея вернуть к жизни здание, построенное в 30-е годы прошлого века, существовала давно. На защиту памятника не раз становилась общественность. Наконец, фабрика кухни перешла в собственность Самарской области. Чтобы это здание не разрушалось, не превращалось в руины, сделать его некой достопримечательностью, которая может стать и в рамках подготовки к чемпионату мира. Мы делаем реальный шаг для того, чтобы на будущий год в основном работаем в том. Взамен бывший собственник фабрики кухни компания «Росгострах» получит площади в одном из строящихся зданий в Самаре. В начале 2014 года архитектурный серп и молот планируют передать в федеральную собственность. Весной начнут создавать проект реконструкции. Из бюджета страны планируют выделить 30 миллионов рублей. Сейчас мы оцениваем уже все творческое богатство этого объекта. Конечно, это сыграло не последнюю роль в принятии Министерства культуры решения о том, что этот памятник должен быть восстановлен. Мы уже видим, что использование этого здания будет разносторонним и полномасштабным. Фабрика кухни несколько раз перестраивалась. Многие элементы декора были утрачены. По плану после реконструкции она приобретет первоначальный вид. Фабрика кухни станет фабрикой культуры. Здесь разместится филиал Государственного центра современного искусства. Реконструкция памятника советского авангарда может начаться уже в конце следующего года за счет федеральной казны. Спасение фабрики кухни обойдется государству в 350 миллионов рублей. Марина Кравцова, Дмитрий Тарасов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова